дорогие мои всем привет очередное включение и хочу рассказать о том какая у меня эпопея продолжается с ниточками в прошлом видео я вам рассказывала о том сколько замен мне пришлось делать в этом наборе теперь у меня уже дело не только в заменах но давайте обо всем по порядку сейчас расскажу друзья мои я наконец-то зашила все то пространство которую вы видели в прошлом видео еще не вышитым это вот эти бабочки полностью у меня вышиты вот эти ягодки появились их не было так ну вот эти вот цветы не помню были или нет фон точно был отшит весь но в общем на всякий случай я сейчас вставлю фотографию как выглядела эта работа в конце прошлого видео и вот теперь перед вами можно сказать почти половина почти половина дизайна вышитого и мое безудержное веселье продолжается для тех кто не видел с чего это все началось я оставлю ссылку на предыдущее видео где я рассказывала о том сколько цветов ниток мне пришлось поменять в сирене чтобы она выглядела более или менее одни цвета в общем-то совпадали так скажем с другими до были с ними гармоничные они выбивались из общего ряда из общего цветового решения вот и я думала что на этом в общем-то все и закончилось хотя меня и та история удивила очень сильно потому что мне казалось ну уж куда проще набор с такими яркими красками здесь нет каких-то супер тонких переходов здесь нет лиц здесь нет каких-то деталей там я не знаю шерсти животных все вот эти бабочки на превью они настолько яркие что можно себе позволить в общем-то любое буститого цвета но оказалось что даже здесь меня поджидают подводные камни уж не знаю вина ли это тех кто разрабатывал ключ или косяки тех кто собирал набор но теперь у меня уже дело дошло и до нехватки ниток вот уж чего я точно не ожидала от этого набора потому что ну в общем то всегда в наборах ниток просто куча вот но о чем я вам хочу рассказать вот сейчас у меня складывается такая история хочу вам показать сколько у меня осталось ниточки номер 30 а это одна единственная ниточка 1 все больше у меня ее нет такой вот это бледно-желтенький цвет теперь значит смотрим с вами в ключик ой час ниточка номер 30 это вот такой значок в давайте посмотрим где этим значком уже вышила ну во первых я им вышила вот здесь вот эти участки в крылышках во вторых он присутствовал вот здесь это такой желтенький цвет бледно-желтый так ну и вот здесь вот в сердцевинках цветов вот этот желтый цвет это тоже он осталось у меня одна ниточка 1 вот середина до схемы я в общем то еще до нее немножко не добралась так а где же она у меня а ну собственно вот вот это вот линеечка это вот это самая серединка схемы вот давайте смотреть на верхнюю часть схемы и у нас с вами здесь чудо чудное вот этот значок в которым должна вышиваться точнее наоборот да который должен вышиваться 30 ниточкой вот посмотрите сколько его здесь он есть вот в этих опять же сердцевинках цветов вот здесь вот здесь в крыльях вот он идет вот он вот он вот здесь 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 далее 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 вот 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 это вот часть вот в этой бабочки посмотрите вот он в крылышках вот тут и вот в этой ой пардон я снимаю при вечернем освещении пытаюсь как-то максимально так повернуть схему чтобы она не не бликовала настолько дико вот посмотрите здесь еще вот ну и вот тут 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 ну понятно я думаю что из одной ниточки вышить такое количество крестиков к сожалению вы ах нереально вот такая подстава получается с тридцатым цветом но это ладно бог с ним помните в прошлом видео я вам говорила о том что куча куча не так цветов не так у меня вызывают серьезные сомнения в том они они одного ли это как бы цвета ни одного ли это номера пасмы подвешены органайзер ну вот хочу вам показать кое-что из тех моих сомнений которые были кстати там в прошлом видео была небольшая ошибка я говорила что меня вызывают сомнения вот эти оттенки сейчас вам секундочку сфокусирую 38 и 39 прошу прощения мои дорогие назвала неправильно потому что на самом деле сомнения у меня вызывали вот эти два тридцать семь и 38 вот они практически одинаковые но я думаю те кто то видео смотрел они наверное поняли что речь идет больше вот об этих двух цветах потому что они практически идентичные ну вот хочу вам показать наконец кусочек который отшит этими двумя нитками они находятся вот здесь вот в этих вот крылышках бабочки ну честно сказать с огромной натяжкой но все-таки разницу я наблюдаю то есть часть это вот вот эти крестики реально на конве они все-таки несколько отличаются друг от друга отдаю должное вот но теперь у меня сомнения дальше вот та самая пресловутая 30 ниточка которая у меня практически закончилась вот она напоминаю вам да что ты будешь делать и тут вдруг совершенно случайно я обнаруживаю что вот практически один в один с ней нитка номер 27 которую кстати мне пришлось заменить на нитку 14 сейчас покажу где вот сейчас на камере все-таки хоть какое-то отличие заметно поверьте мне на дневном в при дневном свете вот для глаза это абсолютно идентичные два цвета дальше почему значит я поменяла 27 на 14 27 это вот такой значок с значит здесь он по идее должен быть вот 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 в этих вот пятнышках этих ярко-желтых посмотрите насколько на схеме этот цвет более яркий до такой и вот здесь кстати вот здесь почему я засомневалась потому что здесь этот 27 находится рядом вот с этим 30 с чего собственно говоря вот это значок с это 27 цвет вот этот значок в этот цвет 30 который у меня напомню осталась одна нитка с чего начались мои сомнения с того что когда я начала вот в этой бабочки вышивать этот 27 рядом вот с этим 30 вот смотрите они идут рядышком рядышком я поняла что у меня вот это крыло оно оно у меня сливается в одну сплошную желтую массу просто вот вообще не отличить друг от друга вот они идут эти крестики 30 цвета желтенькие и вот это моя уже замена то что я делала цветом номер 14 но и здесь тоже заменила почему но потому что друзья мои посмотрите как на превью ну к сожалению у меня совсем маленький вариант посмотрите как вот эти желтенькие крестики ярко выдаются на бабочки как вот здесь их хорошо видно а на конве у меня получалось вот здесь сплошное такое вот одноцветное такое поле зашивки плавно переходящие вот в этот цвет мне кажется бабочки на той бабочки чтобы быть достаточно яркими и с какими-то вот пятнами такими вот свойственными ярким тропическим обитателям да ну в общем короче говоря заменила я 27 на 14 исходя из того что я уже рассказала надеюсь я вас не сильно запутала в общем к чему я пришла а пришла я к тому что весь вот этот тридцатый цвет который теперь получается которого у меня не хватает осталась одна нитка а вышивать его еще вот здесь в этой верхней части ого-го сколько ну что я буду менять его на 27 и я думаю никто особой разницы не заменит ой не заметит то есть вот здесь весь к каждый вот этот значок с буковкой вы я заменю двадцать седьмым цветом поскольку при сличении при дневном свете он абсолютно идентичен тридцатому вот такие мои дорогие у меня пляски с бубнами продолжаются но я по крайней мере рада тому что я вышла уже вот это количество крестиков так давайте я вам хотя бы покажу так чтобы оставшаяся часть схемы вас не смущала ну вот так вот давайте закроем но хорошо вот так вот чтобы вообще схема не была видна а только появляющаяся картинка вот таким образом пока все выглядит но понятно что подложка из от значков пропечатанных на конве она дает о себе знать и цвета искажаются ну в общем то все довольно так ярко так празднично принципе неплохо неплохо а единственное что еще мне за что мне еще зацепился взгляд это вот за эти ягодки вот за эти ягодки можете видеть что здесь какая-то ну тоже какие-то очень резкие переходы получаются если на бабочках я могу согласиться с этими переходами потому что не ну действительно у тропических бабочек рыб каких только не встретишь вот пятен то здесь ну я думаю что это весьма сомнительная проработка ягод потому что здесь просто тупо среди ну скажем так красных крестиков присутствуют абсолютно белые вот это вот абсолютно белый цвет вот этот вот этот но видите крестики да и тут же какие-то рыжие оранжевые и тут же темно-темно красный но в общем переходы тут если это переходы то я конечно извиняюсь вот но здесь уж я решила ладно мне настолько честно говоря надоело извращаться с подбором цветов бесконечным что я вам честно скажу вот я сейчас вывела то что меня беспокоило больше всего вот эти цветы да и ну какую-то там более или менее для себя определила тактику вот с этими желтыми оттенками которые один заканчивается а второй вообще не видно чем от него отличается вот после того как я эту тактику определила вот здесь в верхней части дизайна начиная значит 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 откуда вот отсюда примерно где сейчас нахожусь вот начиная отсюда всю вот эту верхнюю часть я больше не намерена менять ни-че-го несмотря на то что у меня девочки в частности вот ксения иванова о которой я уже упоминала в предыдущем видео она мне говорила о том что облака слишком выглядят контрастными несмотря на то что я вижу недочеты вот в эти в этой зелени да вот эти вот проплешины там желтого цвета все хватит я устала я ничего больше здесь менять не буду я буду дошивать верх работы ровно так как мне предписал производитель ровно теми нитками которые он зависит навесил на мои органайзеры купленные но вот с единственной разницей что я буду брать вот этот 27 цвет которым я буду заменять 30 все отчиталось пока перед вами надеюсь что эта информация может быть вам пригодится ну и продолжаю вышивать не прощаюсь с вами через несколько секунд покажу вам следующий этап оставайтесь со мной если вам интересно друзья всем привет еще раз очередное включение по этой работе знаменует она у меня наступление зимы сегодня первое декабря и на таком этапе находится сейчас моя работа что могу сказать друзья как я упоминала кажется упоминала уже не помню но по моему говорила в прошлом включении не хочу я больше здесь ничего шинки менять никакие цвета я очень устала от этого бесконечного переподбора поэтому вышиваю вот оставшийся весь этот кусок вот всю эту площадь как есть теми цветами которые предложил производитель и на текущий момент у меня осталось вышить сейчас я вам покажу поднесу немножечко поближе чтобы мы вы могли видеть в общем у меня остался только один единственный вот этот 17 значок полукрестом это фон и остались вот эти три бабочки почему так собственно говоря потому что с недавних пор я поняла что меня дико утомляет полукрест это просто вот ну что то с чем-то как видите уже вот огромная площадь вот это это у меня все выше то почти все здесь выше то полукрестом вот здесь вот вся такая вот зеленая заливка здесь вот это проблески неба и облаков здесь вот это опять пошла зелень которая будет продолжаться вплоть до вот самого верха и все это я вышиваю полукрестом ну потому что вроде бы как это фон и вроде бы как бы надо именно так но не то что надо а мне так кажется целесообразней и что я для себя окончательно выяснила то что я полукрест оказывается не люблю вот просто до вот до дичайшего какого-то состояния чест слово возможно это связано еще с тем что сейчас параллельно я активизировала так скажем свой маяк от dimensions rocky point присоединилась с ним в одно sp в instagram и потихонечку его вышиваю но пока основная часть там идет полукрестом это волны в которых такая мешанина неслабая цветов и поэтому наверное вот я полукреста стала очень уставать но и так совпало что и здесь в это же самое время пошла преимущественно часть работы где все вышивается полукрестиком ну в общем я решила что я наверное пойду таким путем наибольшего сопротивления если так можно выразиться сначала я вышью все столь ненавистные мною полукресты а потом уже под самый к самый конец работы я буду вышивать бабочек полным крестиком что касается сочетание цветов ну конечно сейчас в общем понять что здесь происходит довольно сложно на мой взгляд вот здесь вот в этих цветах соседство цветов слишком резкая идут практически желтые и тут же зелень не удивлюсь если получится ну не совсем то чего я ожидала но как я уже сказала терпение у меня уже просто лопнуло я не хочу больше никакие замены делать я буду вышивать вот как есть тем более что с участью он для этой вышивки я уже определилась в конце концов надо же вообще в принципе хотя бы посмотреть а что собственно производитель задумывал когда он такой подбор цветов осуществлял так что сейчас пока друзья мои у меня идет такой очень скучный скучный нудный период на этой части работы когда я поняла что я в общем то сначала хочу отшить весь полукрест я начала вышивать строго по значкам я беру один определенный значок и вышиваю им везде вот на всем 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 вот этом вот пространстве заканчивается он я беру и забиваю следующий значок и вот таким образом по значкам я потихонечку приблизилась к тому когда у меня остался один единственный основной вот этот вот 17 вот он здесь у меня вот голубенького цвета значок то есть вот весь полукрест остался только этим значком очертания бабочек здесь но сразу же видны поэтому сейчас эта работа у меня превратилась в такую дежурную которую я вообще могу брать просто на бегу в любой момент и на бегу даже не задумываясь отшивать крестики одного единственного цвета на запасной планшет очки такой отрезанные у меня вот как раз этот 17 цвет есть и вот собственно говоря у меня эта работа лежит вот эта планшетка ножнички и нитка вдеватель иголочка вот она у меня всегда здесь в колото и в любой свободный момент вот абсолютно даже если меня есть там 10-15 минут я беру заправляю три ниточки и если они вдруг там остаются я подвешиваю вот сюда но в основном я стараюсь вышить полностью хотя бы одну нитку вот благо что теперь это сделать здесь можно в общем-то не глядя в принципе по моим скромным подсчетам даже учитывая мои темпы и учитывая то что я сейчас стараюсь вышивать дим на эту работу у меня уйдет не так много времени я рассчитываю и все-таки за декабрь месяц завершить такие друзья мои новости на первый день зимы и иду продолжать вышивать эту работу оставайтесь со мной кому интересно как она продвинется в следующем включении ребята у меня сегодня для вас совершенно потрясающее утро 2 декабря понимаю что немножко урбанистический пейзаж на посмотрите какой асси это вообще что-то прекрасно краски дымка такая расходится но вот это конечно полыхающая красота это вообще нечто потрясающее привет друзья в очередном включении сегодня у меня на календаре 8 декабря вот перед вами то что у меня получилось на верхней части моего рисунка вчера весь вечер я дошивала вот этих бабочек сегодня у меня остались только вот эти серые оттенки на крылышках вот этой самой крайней бабочки и в общем то давайте наверное я разверну и покажу что у меня здесь получилось целиком пока еще работа не стираная поговорим с вами пока я все это дело разбираю ну во первых хочу сказать о том что наверное вы помните что мне не хватало тридцатого цвета вот у меня оставалась одна единственная ниточка и вообще я хотела заменить ее вот на этот на 27 потому что мне они показались близкими но честно говоря при ближайшем рассмотрении оказалось что нет я была все таки не права и этот цвет он был слишком яркий поэтому у меня случилась очередная замена сейчас я вам скажу вот этот тридцатый цвет тридцатый цвет по ключу это 744 номер ниточки схс ну соответственно вроде как они говорят что и дмс тоже 744 у себя я в запасах схс не нашла такой нитки ну в общем на что я заменила заменила я вот на такую ниточку 0102 от гаммы она сейчас выглядит с некоторой такой зеленцой но на самом деле сейчас я вам покажу так как бы мне как бы мне где мои ножнички так вот посмотрите вот эта ниточка идет вот это все она и мне кажется она здесь совсем не отдает зеленцу вот она вот она вот она вот она вот она вот она вот это самая нитка вот 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 ну то есть не показалось что в принципе она легла сюда довольно гармонично и у меня нет повода каким-то образом что-то здесь менять тем более что я уже говорила о том что у меня была цель если и делать в этой работе замены то заменять на то что у меня есть в наличии то есть специально ничего покупать для того чтобы в этом наборе какой-то цвет не понравившийся заменить я не стану ну в принципе вот так и получилось я управилась так скажем своими запасами так ну и давайте я вам положу сейчас работку не знаю насколько она поместится в кадр целиком вот ну почти поместилась вот таким образом она выглядит это нижняя часть которая сейчас была вкуснапах вот это верхняя давайте что ли как-нибудь вот вот так наверное положу надеюсь это будет более или менее приемлемо прошу прощения у меня время от времени срывается голос потому что я не совсем опять здорова и к сожалению у нас учебный год в школе это сплошная череда болезней школа это просто какой-то вечный источник заразы никакие укрепляющие процедуры иммунитет не помогают но соответственно когда болеет ребенок очень быстро после этого заражаюсь я и вот у меня сейчас горло немножечко еще пока не восстановилась от очередной простуды но все таки я спешу вам показать вот эти свои достижения пока на данный момент конечно судить довольно сложно о том что здесь получается по цветам потому что явно видна вот эта подложка из ярких таких вырви глаз значков на конве но надеюсь что после стирки более или менее все выровняется хотя конечно у меня есть большие подозрения насчет того что вот эти цвета вот эти вот яркие желтые такие вот пятна они все-таки будут выступать выдаваться очень сильно но сейчас надо заметить что под ними еще и такие вот ярко-желтого цвета значки вот я вам сейчас покажу это 18 цвет и вот посмотрите какая яркая подложка вот такой значок сейчас под этими цветами я все-таки надеюсь что когда он смоется этот цвет то немножечко станет все-таки более такая блеклая картинка ну вот друзья мои такие у меня успехи на первую неделю декабря сейчас пойду эту работу стирать потом буду делать бэкстич уже после стирки потому что есть у меня некоторые сомнения что это канва в общем подсядет так было с моей работой маки по набору от того же производителя кто не видел ссылочка обязательно будет под этим видео но в принципе там у меня не было не стежка бэкстич и опасаться мне было нечего вот здесь все-таки бэкстич есть его здесь прилично им обводятся все бабочки все вот эти цветочки ну и конечно вот здесь в листиках и вот в этой гроздьях сирени его будет довольно много поэтому не хотелось бы мне рисковать поэтому все-таки решила постирать эту работу но процесс стирки наверное показывать не буду вряд ли он кому-то интересен и в принципе как стираются подобные вышивки с нанесенной схемы я уже показывала в моем видео финальным по работе маки есть процесс стирки как сходил разметка если кому-то интересно ссылочку оставлю можете посмотреть ну а сейчас уже наверное нет смысла это еще раз показывать на этом друзья мои данное видео я буду завершать и работу уже во всей красе постиранную с выполненным бэкстичем я вам покажу в отдельном видео по готовой работе и там же расскажу обо всех заменах которые я здесь делала то есть соберу воедино все те отрывочные сведения которые я когда-либо озвучивала в своих вот таких промежуточных включениях по поводу замены ниток все это будет финальном видео поэтому кому интересно дождитесь пожалуйста его а на этом сегодня у меня все спасибо вам огромное что были со мной что посмотрели если чем-то вам это видео было полезным или просто понравилось развлекло вас не забудьте поставить лайк мне будет очень приятно и на этом я всем вам желаю легких крестиков вышивального вдохновения большой удачи и до встречи на моем канале пока